Более 300 человек в Ненецком автономном округе получают в настоящее время лечение от коронавирусной инфекции. Более 700 изолированы Роспотребнадзором, как близко контактировавшие с заболевшими. Такова ковидная статистика начала недели. За минувшие выходные в регионе выявили 42 новых случая заболевания коронавирусом. За этот же период выздоровели 24 человека. В настоящее время в стационаре находится 72 пациента. Амбулаторное лечение получают 230 человек. Всего 302 заболевших. Большое количество контактных заболевшими – 731 человек – изолированы сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора и находятся на карантине. Третья волна коронавируса по сравнению с предыдущими показала себя более агрессивной по отношению к больным. Если раньше симптомы ковид-19 выявлялись через две недели после заражения, то сейчас уже через 2-3 дня фиксируется поражение лёгких. Заболевания у пациентов протекают в более тяжёлой форме. В округе фиксируется большое количество привозных случаев ковида. Отпускники привозят инфекцию с собой отовсюду, чаще с Черноморского побережья. В связи с этим в Ненецком округе открылись посты эпид-контроля в четырёх аэропортах региона. На Ринмаре, Неси, Омей и Пёше, а также на причалах Барж. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции. Мера направлена на то, чтобы защитить жителей от случаев завозного ковида. Повторюсь, что эта мера направлена на защиту населения Ненецкого автономного округа от завозной инфекции. С той инфекцией, которая распространяется внутри округа, мы прекрасно справляемся. У нас здесь проблем нет. У нас есть прогнозы, у нас есть программа реализации, программа лечения жителей, которые болеют. А вот люди, которые приезжают к нам, мы не можем прогнозировать, сколько человек из них приедут с коронавирусной инфекцией. Отметим, что населенные пункты округа Неспеша и Ома попали в список контрольных пунктов только потому, что у них существует прямое авиасообщение с Архангельском. На пунктах прибытия в регион житель округа или его гость должен предоставить один из трех документов. Это либо тест о отсутствии коронавирусного инфекции, тест ПЦР, либо сертификат о законченной вакцинации, либо сертификат о том, что человек в течение полугода перенес новую коронавирусную инфекцию. То есть три документа. На выбор. Либо то, либо другое, либо третье. Предъявляемые в пунктах прибытия документы будут проверяться на соответствие их подлинности. Тем, кто прибывает в округе без подтверждающих документов, Роспотребнадзор выпишет предписание. Они должны будут пройти двухнедельный карантин. Также можно будет сдать ПЦР-тест непосредственно в пункте прибытия. Тест платный. Напоминаем также, что в поликлиниках города Наринмара и поселка Искателей с 22 июля временно отменены плановые приемы, кроме медосмотров. Любую информацию о текущей ситуации можно получить, позвонив на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Василий Хатанзейский, Антон Бодряков, Владислав Носкин. Телеканал «Север». Продолжение следует...